Слава Украине! Приветствуем от Полонского к нашей любимой рубрике. А наша любимая рубрика, как известно, потери российско-фашистских войск в Украине. На сегодня, на 20 июля 23 года. Как там Киев за три дня взяли, не? Вот и я за это. Хотели, чтобы певец Артон Газманов пел на крещатике. Ну, разве что из железной клетки. Выл. Да. Так вот, наши герои продолжают кондропупить. Будем говорить так, культурно. Кондропупить российских оккупантов, которые пришли на нашу землю с оружием. Ну, пришли с оружием, как говорится, пеняйте на себя. От этого будет только хуже вам. Итак, за вчерашний день у кондропуплено 530 путирастов, которые пришли с автоматами, пулеметами, всякими танками и прочей. Лабудой путинской на нашу землю. 530. И общее количество путирастов, которые, скажем так, отправились на концерт Кобзона на палубу русского военного корабля. Вот тем самым курсом составило уже 240 тысяч. Да, 240 тысяч 10 путирастов. Нашли то ли свой, то ли не обязательно свой конец в Украине. Да. Неплохо. Путину плевать на них нам еще больше. За вчерашний день также было уничтожено 6 танков. Всего 4129. Бои идут на всех участках фронта. От Луганской области до Херсонской, где их тоже выбивают. Сейчас, соответственно, выбивают технику, выбивают бронемашины, выбивают все. Они пытались атаковать в Луганской области. Ну, да, жали, жали, жали. Сейчас что-то уже пыл немного поугас. Сейчас продолжают жать. Ну, мясной штурм. Но ни к чему не приводит этот мясной штурм. Только ложит личный состав. Ну, пускай. Ну, и технику тоже. 6 бронемашин за вчерашний день у Кондропуплина. Соответственно, 8065 бронемашин у Путина, как коровый языком, как говорится, слезава. И продолжаем отминусовать пушки путинские. 19 штук за артсистем за вчерашний день. Всего 4592. И 3 града. 692 всего. Да, хорошо наши работают. Дальше. 3 средства ПВО. Это большие тяжелые штуки, которые Путину возобновлять дорого, сложно и нещего. 3 за вчерашний день. Всего 433. Самолеты, вертолеты российские боятся подлетать к переднему краю. Соответственно, 315-310 предыдущее количество. А вот беспилотников нашлепали очень много. За последние сутки 33 штуки. Среди них там большая часть. Это, конечно же, шахеды. Но были и другие. Значит, всего 3918. Также было сбито за сутки прошедшие 14 крылатых ракет различных типов. Всего 1293. Дальше. Уничтожено было 29 грузовиков и единиц другой автотехники. Тяжелой прежде всего цистерны. Всего 7134. И две единицы спецтехники. То же самое. Очень дорогие вещи. Всего 685 с начала российско-фашистского вторжения. И таким образом наши продолжают отработку тылов рашиста. Вот сегодня ночью прилетело в раздольное в Крым. Судя по звуку, это был беспилотник, конечно. Но это был беспилотник, с моей точки зрения, что-то типа рейса. Знаете? Потому, что он реактивный. И вот он прет. Кораздо вот эти вот расстояния. 200-250 километров. Это его расстояние. Куда он может долететь. И звук из того видео, которое я слышал. Кстати, ссылочка на видео снизу. В описании к данному ролику. Можете сами послушать, сделать выводы. С моей точки зрения, очень похожий на рейс. Когда наши в свое время, помните, долбанули по аэропорту. Не аэропорту. Аэродрому военному. По Царатовом. Энгельс. Энгельс, да? Город. То как раз, там тоже был такой же звук. Но там был немножко другой. Там был стриж. Стриж это старший брат рейса. И там он хорошо попал. Сейчас, судя по всему, тоже хорошо попал. Как говорят расисты. Был один беспилотник. Но уничтожено 4 здания. Сразу. Ну, 4 офисных здания с большими потерями для расистов. Они говорят, что там погибла какая-то девушка. Я не знаю на счет этого. Я знаю, что в этих 4 зданиях наши лупят только тогда, когда там останавливаются пути растая вооруженные. То есть, путинские бандиты, скорее всего, заняли эти здания. Использовали их тем или иным образом. И, соответственно, туда по ним и прилетело. Наши никогда не бьют по-граждански. Украина имеет лицо. Имеет совесть. Имеет достоинство. Бить только по военным расистским оккупантам. В отличие от расистов, которые являются пиратами, садистами, мародерами и вообще террористами. А поэтому все будет Украина.